Катя Улова, фонд Орга, как раз таки вы наверняка могли видеть видео в аэропортах, во многих местах, потрясающие совершенно компанию, связанные как раз с предметами инсульта. Да, как быстро были инсульты, спасти человеку жизни. И в принципе, на основе этой компании отделалась наша другая компания. Мы начали сотрудничать с BBDO, начали, как Игорь рассказывал, со знакомства с главой, с Элой Стюарт, она позвала нашу встречу, и мы, честно говоря, думали о том, что нам сделают красивую какую-то инфографику, видео, ну, то есть как-то мы не рассчитывали на самом деле на то, что это превратится в то, во что превратилось. В итоге нас выслушали 4 команды, совершенно разные с BBDO, да, вот, и через некоторое время представили нам 4 проекта и спросили, которые вы хотите взять и реализовать. Мы сказали все. И вот один из этих проектов, который был реализован этим летом, я хотела это рассказать. Для нас задача, одна из главных задач Фонда, рассказать о том, что инсульт, к сожалению, может коснуться каждого, и это не болезнь стариков. И плюс очень простой тест симптомов инсульта может спасти кому-то жизнь. Но как донести до людей, которые ходят на пикник Афиша, которые ходят в парк Горького, и, ну, кто в метро, может быть, не станет читать на остановке нашу инфографику. И вот BBDO придумала, я сейчас, чтобы быстро, придумала вот такой вот проект, оригами Ракунс Беверчендастис. В принципе, Орби, получается, если соединиться. Сначала он был олигарх-роник, но нам начали все говорить олигарх, благотворительный, свой, ой, не надо. В итоге олигарх-ракунс превратился, в общем, в енота. Изначальная идея была такая, что это будет какой-то киоск, либо фуд-трак. Три симптома инсульта. Это первая неразборчивая речь, и мы просим человека, прежде чем, ну, то есть наш проект называется напиток за улыбку. То есть, прежде чем дать напиток, мы просим человека сказать свое имя, ну, как, например, в Старбурге. Пишем его на стаканчике. Второе. Мы просим его взять стаканчик очень высоко, то есть он поднимает обе руки. И человек, у которого произошел инсульт, он не может поднять обе руки одновременно, потому что происходит парализация, там, одной из сторон. И просим улыбнуться. Опять же, человек, у которого инсульт, он не может улыбнуться ровно, одна из сторон перекорщины. Сделали красивые манжеты, на которых была информация о том, как, о чем это, как распознать инсульт, и что очень важно не стесняться вызывать скорую помощь при малейших симптомах, ну, при малейших подозрениях, что у кого-то, кого вы увидели, возможно, инсульт. Был заложен фандрайзинг, пиар. Ну, с фандрайзингом у нас не очень хорошо получилось, мы особо ничего не собрали на этом проекте, но тут был пиар-эффект гораздо больше, чем мы даже рассчитывали. Я сейчас открою какую-то презентацию, как это все-таки было реализовано. В итоге мы пытались на этот проект собрать денег на планете, немножко не собрали, решили все переформатировать, что у нас, у нас помогла компания Кубик, мы, знаете, вот такие вот стенды, которые были в этом году на разных мероприятиях ядовых, и начали просто колесить по всем модным мероприятиям в Москве. Это и пудис, и разные селебрити помогали нам выдавать напитки, Даниловский рынок давал нам свои напитки. Вот, в итоге был большой пиар-эффект, и вот в видео посчитали о том, что если бы мы не сделали этот проект, то на рекламу такого охвата нужно было потратить 5 миллионов 956 тысяч рублей, то есть 6 с лишним миллионов было потрачено на такую же рекламу, если бы не было этого проекта. Вот, реклама была только, и охват, конечно, только в Москве, вот, но в принципе он был рассчитан на ублюдку, как-то достаточно хипстерскую, модную в Москве. Я на самом деле хотела все рассказать про наш, вот эту инфографику, которая была вначале, на самом деле это тоже сделано про бону, но при этом этот человек захотел остаться неизвестным. Вот, до сих пор мы общаемся с ним через там идею, он говорит, нет, я не хочу, хотя это тоже было про бону создано, и теперь это во всех регионах, везде распространяется. Я на входе, в выходе положу магнитики наши, если кто захочет, он может взять. Вот, к сожалению, вот я, Игорь, говорил про то, что надо выбрать агентство и работать с ним. Мы работаем с BBDO, но при этом вот на нас, например, совершенно случайно упал проект с другим агентством, когда к нам пришли люди и сказали, мы придумали такую глёвую штуку, которая позволит парализованным людям разговаривать. Давайте мы, ну, как бы сделаем это вместе с вами. Это было приложение Amhia, к сожалению, нету звука. Это энцефалограф такой портативный, который надевается на голову, и приложение на iPad, где есть несколько эмоций. Он считывает движение мозга и пишет на iPad для родственников там, я скучаю, я скучаю, или мне это неинтересно, я злюсь. Ну, то есть эмоций совсем немного, но вот этот проект просто пришёл к нам вот со стороны. И третье вот сотрудничество с агентствами. У нас есть агентство, которое нам помогает с инфокатом. В известности говорить, вы не возражаете, если мы у нас вот такой проект, гигимагентство, он о том-то том. Ну, в принципе, никогда возражений нет. И есть проекты, которые мы в видео делаем за деньги, но это всегда как-то структурный ролик, ещё что-то, что вне проекта. Ещё есть три проекта, которые будем реализовывать, но это пока секрет. Вот, да, так, простенько. И все это могут взять наши магниты.